в турции все очень интересно но ничего не понятно все жалуются на то что туристов нет но при этом в этом году турция побила даже до пандемийные рекорды и открываются открываются новые исторические места и новые достопримечательности далее рассказывают что никаких мероприятий в турции не проводится но при этом в анталии в октябре начинается фестиваль золотой апельсин в алании проходят дни джаза а в стамбуле прошел исторический футбольный матч между командами галатасарай и фенер бахче в алании владельцы бизнеса жалуются на то что невозможно найти сотрудников даже на достаточно высокие зарплаты но при этом стамбуле огромная очередь за новым 16 айфоном который стоит между прочим максимальной комплектации 120 тысяч турецких лир что же происходит на самом деле и как во всем этом разобраться мы обсудим нашем выпуске лига news от компании лига реал эстейт дорогие друзья добро пожаловать на наш youtube канал меня зовут мария и сегодня мы обсудим самые актуальные и свежие новости произошедшие в турции за последнюю неделю и начнем мы пожалуй с того что все владельцы бизнеса давайте не все на 90 процентов бизнеса в алании жалуются на то что туристов в этом году рекордно мало точнее кажется что самолеты прилетают полными отели забиты но на улицах и на базарах людей нету и туристы неохотно тратят свои средства на покупку каких-либо сувениров или развлечения при этом особенно интересно то что министр туризма турции говорит о том что в этом году страна побила даже до пандемийные рекорды и так считает не только министр туризма названы страны которые значительно нарастили доходы от туризма по сравнению с до пандемийным 2019 годом и в топе на удивление саудовская аравия таджикистан и турция 2024 году многие страны которые развивают туризм активно стали расти и увеличили свои доходы в том числе саудовская аравия плюс 207 процентов сальвадор плюс 168 процентов сербия плюс 126 процентов и таджикистан плюс 85 процентов также в странах которые повысили свою популярность черногории и португалия ну и разумеется турция которая увеличила доходы от туризма в первом полугодии 24 года на 55 процентов по сравнению с до пандемийным 2019 году этот год когда турист турции расцветал и доходы действительно соответствовали ожиданиям ожидается что концу 24 года доходы от туризма увеличится еще на 40 процентов аэропорт анталии ожидает принять до 28 миллионов туристов со всего мира но при этом интересно то что торговцы уличные продолжают жаловаться так как туризм в стране активно развиваются власти находят новое решение для привлечения большего количества туристов и сейчас введен в действие план развития второй каппадокии казалось бы невозможно найти в турции еще одну потрясающую локацию где можно запускать воздушные шары в небо и привлекать туристов истории но турецкие власти нашли это место и сейчас уже начались работы по превращению города афьон карахисар и ближайших окрестностей во вторую каппадокию район фригийской долины давно стал привлекать туристов в основном это были местные турецкие граждане которые приезжали на источники и буквально несколько лет назад популярность для туристов со стран снг также стала повышаться и привлекательность этого места значительно увеличилась сейчас же представитель туристических агентств уже ознакомились с регионом там построили и открыли новые отели если раньше в этот регион люди приезжали буквально на один день то сейчас минимум количество дней это три а в основном все остаются на одну неделю для принятия лечебных ванн и других различных процедур потому что отели в этом регионе по большей части похоже на наши современные санатории и так также планируется разумеется там запускать воздушные шары в небо и делать экскурсии по историческим достопримечательностям кстати особенно интересно то что там есть место которое называется кокотепе и именно там ататюрк руководил великим наступлением 1922 году поэтому однозначно про это место есть что рассказать туристы из россии германии и кореи уже стали активно интересоваться регионом и ожидается что в следующие пять лет регион станет таким же популярным как каппадокия кстати как вы знаете лидирующими туристами каппадокии являются туристы из китая на протяжении последних десяти лет они очень полюбили этот регион и там огромное количество инфраструктуры в том числе различных кафе и ресторанов ориентированных именно на туристов из китая самое жаркое лето плавит даже цены на недвижимость в турции грядет циклон безумных скидок на проекты от лига реал эстейт комплексы премиум класса астросюит 2 и астротауэр строятся в одном из лучших курортов средиземного моря это солнечная аланья и живописный зеленый район демертаж современные резиденции с полной инфраструктурой включающий бассейны и джакузи спа-зоны и фитнес-центры предлагают видовые квартиры с панорамами моря и гор за окном и сегодня вы можете приобрести их по акционным кризисным ценам оставьте свой контакт и получите скидку до 30 процентов на квартиры планировок 1 плюс 1 и 2 плюс 1 внимание такого нет нигде фиксированная цена вне зависимости от вида и этажа успейте отхватить свою квартиру с видом на море эта акция временное окно возможностей и она скоро закроется не упустите шанс поймать свою мега скидку пока она сама прыгает к вам в руки оставьте контакт и окунитесь море выгоды вместе с лига реал эстейт как же еще можно привлекать туристов в анталии в этом году в 61 раз пройдет кинофестиваль который называется золотой апельсин в этом году он был под угрозой из-за недостаточного финансирования и других бюрократических моментов но все-таки решили что с 5 по 12 октября этот фестиваль порадует жителей и гостей города уже сейчас на улицах анталии начата подготовка и везде устанавливают очень интересные статуи венеры который является символом этого фестиваля в этом году 20 фильмов примут участие в различных номинации 12 фильмов будут представлен национальном конкурсе полнометражных фильмов 10 в конкурсе короткометражных и 8 в конкурсе документального кино это старейший кинофестиваль анталии очень многие жители алании в том числе обязательно едут чтобы поучаствовать и чтобы вдохновиться какими-то новыми произведениями искусства но для тех кто не хочет никуда ехать уже в эти выходные 26 сентября начнется наш международный фестиваль джаза в алании это событие которое привлекает не только местных жителей но и туристов со всего мира и в этом году действительно будут выступать очень интересные артисты фестиваль продлится четыре дня вход туда абсолютно бесплатный все это пройдет около судоверфью под красной башней и если вы хотите занять сидячие места то я рекомендую приходить вам заранее ну и потом разумеется не забудьте поделиться этим в своих соцсетях а также в комментариях под этим выпуском лига news вчера нас очень удивили заголовки местных газет которые буквально кричали о том что туристов в анталии в алании много а денег нет и при этом интересная и следующая новость о том что в алании наблюдается трудовой кризис владельцы бизнеса говорят о том что они предлагают сотрудникам зарплату в 60 тысяч лет при минимальной зарплате в 17 тысяч и сумма 60 конечно кажется очень очень внушительной но при этом они говорят что у молодежи отмечается не любовь к работе и завышенные трудовые ожидания то есть работать они хотят мало а денег получать много говорят о том что фермеры строители а также сотрудники заведений общепита не могут найти достойные кадры на мой взгляд эта сумма в 60 тысяч лир стоит под огромным огромным сомнением потому что насколько я знаю официальная зарплата является минимальной зарплатой то есть от 17 до 20 тысяч лир и остальное это в основном чаевые но разумеется туристический сезон подходит к концу и многие заведения будут закрываться на зимний период возможно из-за этого многие студенты или молодежь не хотят устраиваться на работу на несколько месяцев потому что зимой вновь предстоит поиск работы особенно интересно рассматривать эти новости включи других новостей о том что 20 сентября в день старта продаж 16 айфона в стамбуле наблюдались гигантские очереди корреспонденты турецких изданий просили людей которые стояли в очереди они сказали что мы приехали 19 сентября ночью 23 30 и в этот момент я стал 179 в очереди то есть представляете как заранее люди стояли там такая же тенденция отмечалась и 23 и 24 сентября очереди за 16 айфоном не прекращаются на что живут люди откуда они берут деньги и кем они работают этот вопрос остается открытым следующие новости уже на международном уровне касаются туристов и бизнесменов из россии в турции хотят прекратить сделки с банками из россии передав их только одному банку турецкие банки на сегодняшний день активно опасаются санкции и поэтому говорят о том что мы хотели бы минимизировать риски поэтому было предложено альтернативное решение передать сделки с россией и белоруссии только одному банку который называется млак котелы это решение связано с тем что многие банки возвращают переводы в долларах и евро блокируют средства и соответственно срок ожидания транзакции увеличивается достаточно сильно также банки требуют компании различные дополнительные документы подтверждающие легитимность сделок ну и все это увеличивает срок ожиданий и повышает количество стресса как для бизнесменов так и для банков поэтому для комфортной торговли между россией и турции было принято решение но сейчас на стадии еще обсуждения передать все эти сделки одному банку который будет заниматься всеми проверками и соответственно все сделки будут проходить быстрее насколько правильным будет это решение мы узнаем через несколько месяцев когда получим какую-то официальную статистику но как я говорила в этом году турция не перестает удивлять нас поиском каких-то нестандартных решений в турцию отбуксировали первую плавучую добывающую платформу для работы на крупном месторождении газа саккария в черном море производство газа в стране увеличится в разы в ближайшие несколько лет что же произошло министр энергетики турции заявил о том что мы приветствуем нашу первую плавучую добывающую платформу ожидается что это только первая из очереди и в дальнейшем их будет очень много относительно недавно в турции в районе черного моря было открыто месторождение газа и запасы в этом месторождении составляет 700 миллиардов кубометров в прошлом году началась добыча газа в этом регионе а в этом году планируют нарастить до 15 миллиардов кубометров в год на сегодняшний день составляет примерно 30 процентов от текущего потребления ну и соответственно это положительно повлияет на экономику страны регион анталии также активно продолжает попадать в турецкие новости на этот раз они порадовали жителей турции интересной находкой в анталии нашли гриб весом 8 килограммов 200 граммов а именно местный мужчина безит и шик отправился собирать грибы на плато района аксаки и нашел съедобный гриб весом 8 килограмм 200 грамм на сегодняшний день это является самой большой находкой среди грибов в этом регионе вообще эта новость выглядит достаточно удивительный потому что поход за грибами это не совсем популярное турецкое занятие совсем не популярные я бы даже сказала турецкий досуг но последние несколько лет даже на местном базарах стали активно появляться грибы и соответственно местные фермеры стали уделять больше внимания их поиску я даже знаю что в алании проводят туры выходного дня пешие прогулки совмещая приятное с полезным прогулку в горах и поиск грибов но здесь как и в любом деле нужно быть предельно аккуратными если вы не уверены в том что найденный гриб является съедобным обязательно проконсультируйтесь или с интернетом или соответственно с вашими местными друзьями ну и наверное финальная новость на сегодня покажется по-настоящему удивительной в турции как во многих других странах несмотря на разные запреты все остальное очень популярно знакомство через соцсети и через различные приложения и вот мужчина познакомился через соцсети с девушкой он стал с ней общаться на протяжении долгого времени на протяжении скажем года за все это время он перевел ей один миллион четыреста тысяч турецких лив на что он переводил мы конечно не знаем видимо каким-то хитрым или таким опытным путем девушка постоянно просила показать финансовую помощь далее девушка пропала и это мужчина по имени окан обратился в программу с тем чтобы ее найти потому что как так возлюбленная вроде бы уже много денег вложил на программе выяснилось что его возлюбленная оказалась мужчиной по имени мурат и мурат признался что действительно я выдавал себе за ослы и кенджи использовать чужие фотографии общаясь с мужчинами и побуждая оказывать их материальную помощь настоящая владелица фото которые были опубликованы в этих соцсетях она сказала что она никакого отношения к происходящему не имеет она намерена подать в суд на мужчину мурата который использовал ее фотографии ну и конечно же в самой проигрышной ситуации оказался окан который остался и без денег и без возлюбленной он сказал что он не знает почему он так легко доверял этой женщине знакомства в соцсетях но оказался как будто бы под гипнозом и здесь дорогие друзья нам хочется акцентировать ваше внимание на том что любые знакомства в интернете требует вашего повышенного внимания и разумеется дополнительных проверок общаться да но оказывать какую-либо финансовую помощь подумайте сто раз перед тем как это сделать потому что потом возможно следующим гостем этой программы на телевидении в турции будете вы будете искать свою возлюбленную или возлюбленного который окажется совсем не тем за кого себя выдавал до нового 2025 года осталось чуть больше трех месяцев и ожидается что как только туристический сезон на италийском регионе закончится будут какие-то приятные новости по поводу выдачи вид на жительство оформления документов и создание более комфортных условий для проживания иностранцев в турции мы с нетерпением ждем этих новостей пока все обсуждается только на уровне слухов но если вдруг у вас есть какие-то дополнительные вопросы компании лига real estate то обязательно задавайте в комментариях но мы с вами встретимся уже на следующей неделе и обсудим что же интересного произойдет турции я напомню что у нас продолжается бархатный сезон стоит потрясающая погода отели пляжи все это открыто поэтому ждем вас в алании ну и когда вы здесь окажетесь не забудьте зайти на кофе и турецкие сладости в офис компании лига real estate